Слава Украине! Привет всем от Полонского! В штабе Трампа крайне озабочены заменой Байдена на Харрис. И об этом сказал его вице-президент Венс в частном порядке на одной из вечеринок, посвященной сбору средств республиканской партии. И это полностью диссонирует тому, что говорят сам Трамп и тот же Ди Венс в официальных беседах, в официальных приемах. Вот это интересно, да? То есть Ди Венс признался, что это был удар под дых, это прямая речь, да? И они не ожидали такого от Байдена, такой, ну, подлости это мои слова, он такого не говорил, но вот, что они так, что демократы таким вот образом поступят. Потому что, конечно, Камала Харрис имеет явное предпочтение над теперь уже очень таким, знаете, древним и очень пожилым человеком, как Дональд Трамп, который не в состоянии внятно выразить, что он хочет. Часто запинается, часто не в состоянии в конце предложения вспомнить, о чем он говорил вначале. То есть Трамп сегодня по состоянию своего здоровья приблизительно такой, как Байден был года 2-3 назад. Вроде бы еще, вроде бы еще, да, есть какая-то мысль, вроде бы, вроде бы еще, да, функционирует нормально, но уже явно видны сбои, да? То есть через 2-3 года тот же Трамп в силу возраста, не в силу, потому что он дурак или еще что-то такое, в силу возрастных изменений будет представлять из себя приблизительно то же самое, что Байден сегодня. Это очевидно, это с любым из нас произойдет. И вот этого боятся перед выборами республиканцы. То есть, значит, что они боятся на самом деле? Смотрите, понятно, что есть штаты, которые в любом случае, даже вот если на месте Трампа будет просто табуретка на 4-х ножках, но на ней будет написано Трамп, они проголосуют за них, за табуретку проголосуют, да? Это абсолютно очевидно, или еще нет в таких штатах, как Оклахома, например, Техас, без вопросов, да? Они в любом случае, это чисто республиканские, Юта, например, да, чисто республиканские штаты, они будут голосовать за республиканцев, без вариантов. Точно так же есть штаты, которые при любых раскладках проголосуют за демократов, что бы там не было и как бы там не было, даже если бы оставался тот, господи, прости, Байден, божий одуванчик, они бы все равно за него проголосовали, потому что они традиционно голосуют за демократов. Но есть целый ряд штатов, которые называются Sphinx States, это штаты, которые колеблются, да? Вот как Флорида, например, Миннесота, Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, которые могут и туда качнуться, и сюда качнуться. И вот от решения именно вот этих вот, Мэн, например, да? От решения именно вот выборщиков, которых изберут в этих штатах, и будет, собственно говоря, зависеть, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Вот этот момент надо понимать. Напомню, что в штатах не прямая система выборов. Штат выбирает кандидата выборщиков от себя, причем даже если в штате, например, да, кто-то получит 50.0001 процентов голосов, а второй 49, там 999, то все голоса выборщиков пойдет к победившей стороне, понятно, да? То есть все голоса улетают туда. Это тоже такой момент. Вот, и поэтому нужно побеждать, самое главное для кандидатов в президенты, не победить с наибольшим количеством голосов в больших штатах, а победить в максимальном количестве штатов, с тем, чтобы количество суммарных голосов выборщиков, кстати, у каждого штата свое количество голосов выборщиков, потом, чтобы хватило тебе, чтобы, соответственно, выборщики тебя избрали президентом. Вот тут такая сложная система, но такова, какова она есть. И вот тут у республиканцев, которые чувствовали себя сухо и комфортно в последнее время, потому что пожилой Трамп выглядел более предпочтительно, чем очень пожилой Байден. Мягко говоря, более предпочтительно. Сейчас сам превратился в очень пожилого человека, не способного внятно выразить свои мысли. И вот это страшно для них. То есть Трамп превратился в Байдена. А теперь давайте я к чему веду. Смотрите, давайте посмотрим сейчас результаты опросов, проведенными не кем-нибудь, а республиканским Fox News. То есть, ну, тут как бы подыгрывание Камале Харрис крайне тяжело заподозрить, потому что это Fox News. Посмотрим последние опросы, которые провели на Fox News. Значит, Висконсин 49 за Харрис, 47 за Трампа, плюс 2. Пенсильвания 49 за Харрис, 46 за Трамп, плюс 3. Миннесота 51 за Харрис, 43 за Трамп, плюс 8. Мичиган 57 за Харрис, 47 за Трамп, плюс 10%. А ведь будем говорить еще вот неделю 4 назад, 3 недели назад, при Байдене, пока Байден был кандидатом у демократов, все эти вопросы вот по этим же штатам были ровно наоборот. Вот что значит молодость, ну, понятно, что Камала Харрис тоже не девочка, но 60, там 59 лет ей, да, и древний старик Трамп. Вот вам разница. То есть, вся та гадость, которую вылили на голову Байдена, в результате вот это вот все ведро с помоями перекатилось в другую сторону, вы меня поняли, да? И сейчас, что срочно придумали республиканцы, они придумали следующую вещь, они выделяют в срочном порядке 10 миллионов долларов на антирекламу Харрис. То есть, будут четко работать против нее лично, да, на то, чтобы ее топить. Но опять-таки тот же самый Вэнс в частной беседе признал, что топить ее будет сложно. Потому что топить Байдена или топить Трампа было гораздо проще. Они, президенты, сделали то-то, 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 ага, за это мы его затопим, ты-ты-ты, еще и возрастом покроем, скажем, Байден вообще старый, он ничего не соображает, посмотрите, куда его еще там на 4 года изберет. Совсем с ума сошли, он уже сейчас, он на такой. Ну, сейчас это все перекатывается плавно на Трампа, но в принципе, что на Байдена, что на Трампа, есть, конечно, вот куча, не то что, ну и компромата, и куча вещей, которые окажутся сомнительными очень многим избирателям, да? Что же касается Камалы Харрис, у нее, даже по признанию самого Вэнса, таких вещей нет. Потому что власть вице-президента, она номинальная. И какие-то кардинальные решения она не принимала. Да, она была, она исполняла роль президента Соединенных Штатов Америки, когда там Байдену делали какую-то операцию, но это было там сутки. Она ничего не успела там наделать, да? То есть, это было, это опять было так, скажем, номинально. Хотя она, да, она формально, она была президентом Соединенных Штатов, тут ничего не скажешь. Вот, но еще раз говорю, это было несерьезно. Вот, и, соответственно, шлейф за ней такой не тянется. До этого она была прокурор, работник каких-то там организаций и так далее. Но всегда с зарплатой, скажем так, по американским меркам 70 тысяч долларов в год, 90 тысяч долларов в год. По американским меркам, фу, вообще ничего. Ну, пшик. То есть, прилепить к ней что-нибудь, в отличие от Трампа там с его шестью, сколько там, шесть банкротцев, 90 уголовных дел и так далее, и так далее. Ну, на фоне него она выглядит вообще белоснежной снегурочкой, да? И вот сейчас они выделяют вот эти бабки, чтобы ее, чтобы накопать хоть что-нибудь и сделать, как говорится, заплевать ее какашками. Вот только на это выделяются эти деньги. И вот то, что выделяются такие бабки, уже понятно, что беспокойство нарастает в этом плане. Потому что, еще раз говорю, для любого более, ну, скажем так, для, еще раз говорю, для республиканцев, которые голосуют за республиканцев традиционно, пофиг, что там будет, они все равно проголосуют за Трампа. То же самое демократы, которые традиционно голосуют за демократов. А вот те, которые могут либо вообще не прийти на выборы, а теперь придут. Потому что, вот, например, те же люди, которые традиционно голосуют за демократов, ну, блин, они не пойдут голосовать за Байдена, просто потому что это путь в никуда. Чувак не может найти выход со сцены. Да, чувак забыл, как зовут собственного министра обороны. Вы чего? Это все будет с Трампом, через два года увидите. Он точно так же будет забывать. Потому что это свойство организма, со всеми нами. Вот. То есть, вот люди, которые не пошли бы на выборы, из-за того, что просто кандидат от демократов, которым они сочувствуют, но за кого там голосовать, вы же понимаете. Не пойдут на выборы люди. Вот. А теперь пойдут. Потому что есть молодой претендент, который явно умнее, явно более бойкая, чем Трамп, явно палец в рот не клади, откусит, да, по самые плечи. Это, да, это уже бойчиня такая, да? Бойчиха. По сравнению с Трампом. А Трамп древний старик, что с него уже взять? И получается, все перевернулось с ног на голову. Вот и все. И да, у республиканцев теперь проблема, они этого открыто признают. Правда, в частных беседах, понятное дело. Да, а по сбору средств, вы посмотрите, она собрала 200 миллионов долларов за пару дней. А спонсоры не хотели давать на Байдена деньги, потому что эти деньги бы пошли в никуда. Они же прекрасно понимали, что Байден был проигрышный вариант. А, еще один самый такой главный момент, что Вэнс признал, опять-таки, в той же беседе, что победить Харрис будет гораздо сложнее, чем победить Байдена. Это очевидно. Вот, видите, в официальных речах они сейчас этого не говорят. Мы победили бы Байдена, мы победили бы эту Харрис. Да ни хрена, ни хрена, ни хрена. Вот, еще один момент, значит, сейчас Россия вбрасывает гигантские бабки в то, чтобы помешать американским выборам. Тут тоже очень интересный момент, значит, куплено огромное количество ботов. Закидываются, более того, подогреваются иногда в темную, иногда, иногда явно. Некоторые особо экзальтированные американские обыватели с тем, чтобы не принять грядущую победу Харрис, как минимум. И, как бы, выйти на улицу, ну, устроить такой, знаете, шурум-бурум в Америке с тем, чтобы Америка была занята своими делами. В этот момент можно перерезать всех украинцев. Красота американцам будет не до этого. То есть, вот, расисты, у них есть такой план, да, сделать большой, большой, большой шурум-бурум в Америке. За это время Украина останется без помощи, можно вырезать весь Киев. Будет 3 миллиона трупов. Ну, подумаешь, ерунда какая. Вот, то есть, вот на это у них тоже большая надежда, на то, что в Америке начнутся какие-то, после победы Харрис, значит, скажите, лагерь Трампа не признает это поражение, и свое поражение, соответственно, вот, вот таким вот образом поступят. Ну, посмотрим. Дело в том, что ФБР об этом все прекрасно знает, значит, часть американцев при этом, я же говорю, используют в слепую. Огромное количество ботов, но тут интересно другой момент. В то же самое время помешать американским выборам пытаются одновременно и Китай, и Иран. И вот самое интересное, по Китаю сейчас говорить не буду, но вот иранцы абсолютно противоположную волну вводят. То же самое, покупают слеп глупых там американских некоторых обывателей, которые любят строчить посты, да, в Фейсбуке и, скажите мне, в Твиттере, и в других соцсетях. И работает масса иранских ботов, но полностью наоборот, тут они работают против расистов, это полный цирк. Они работают за Харрис, против Байдена, против, скажите мне, против Трампа, потому что Трамп неоднократно говорил, что будет поддерживать очень сильно Израиль, наплюет на Украину, но будет поддерживать Израиль, да. То есть, а иранцам это не устраивает. Иранцам нужно, чтобы Израиль никто не поддерживал. На Украину им наплевать, а вот да, тут да. И вот они работают. Самое интересное, что вот тут уже не пересекаются интересы России и Ирана. И, как говорится, те боты и та пятая колонна там есть, которые работают на Россию, они работают, получается, за Трампа. А те, кто работают на Иран, они работают вот как бы в сторону Камалы Харрис. Надо тоже это иметь, как говорится, в виду. Вот такие вот противоречия. Еще есть китайцы, которые тоже пытаются вмешаться в выборы. И, ну, тут трудно сказать, там у Китая могут быть свои размышления. Не буду, как говорится, в это сильно вдаваться. Вот, но вот Иран и Россия в этом плане немножечко столкнулись. Иран и Россия в этом плане.